всем привет я рада приветствовать вас на моем кулинарном балкончике если у меня тесто фило значит мы готовим из теста фило сегодня у нас просто великолепный рецепт блюдо это жульен грибной в тесте фило начнем сначала нам с вами надо приготовить жульен включаем немножко масла одну луковицу я порезала мелким кубиком обжариваем обжариваем лучок дальше у меня 300 грамм шампиньонов их порезала слайсами дальше пока у нас жарится лук я вам расскажу следующий ингредиент у меня это лисички великолепные я их замочила в воде и проварила минут 15 и следующий ингредиент секретный смотрите запах лука пошел просто такой вы знаете что репчатый лук нужен для выработки коллагена те кто хотят быть красивыми чтобы кожа чтобы не было морщин употребляйте больше репчатого лука я недавно узнала совсем вот жарится наш великолепный лук но не даем ему подгореть а только немножко ветер становится прозрачным и следующий мой секретный ингредиент это мука из белых грибов как я ее сделала мне дети привезли из карпат белые грибы а на дне было много поломанных таких маленьких ой смотрите у нас начинает индукционная плита начинает очень быстро гореть и я просто эти все поломанные белые грибы пропустила через мясорубку и у меня вышел просто удивительная приправа мука из белых грибов обжариваем наши шампиньоны добавляем лисички так 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 Буквально 20 секунд обжарим. Хорошо. У вас какое-то время подписаться на мой канал. Все готово и дальше смотреть. Добавляем столовую ложку муки. Обязательно просеиваем. На этом этапе добавляем пряности и специи. Обязательно солим. Добавить чесночок можно. Хорошо. Видите, нам надо муку очень хорошо обжарить. Добавляем сливки. Примерно 200-300 грамм сливок. Можно половину сливок заменить водой. Добавляем наш секретный ингредиент. Чайную ложку порошка из белых грибов. Свежий молотый перец и соль. Все. На этом этапе мы пробуем. У меня сильный аромат грибов. Поэтому я больше не использую сильно много пряностей. Некоторые добавляют мускатный орех. Но у меня лисички, шампиньоны. Дальше еще и белые грибы. Я подумала, что вкуса уже достаточно. Так, на этом этапе нам надо попробовать. Немножко подсолить еще. Накрываем крышкой и тушим пару минут. Чтобы наши грибочки соединились. Всех трех видов соединились в одну вкусную массу. Все. Накрываем крышкой и оставляем тушиться. Смотрите, какая красивая масса получается. Настоящий жульен. Так, сюда я сыр не добавляю. Мы с вами добавим сверху. Это просто нереальное блюдо. Это очень вкусно. Как меня одна женщина спросила. Нереальное, значит его не существует. Нереальное, значит очень вкусное. Оставляем наш жульен тушиться. У меня есть, как всегда, конечно, готовый. Посмотрите на эту красоту. Какой он стал густой. Когда остыл, посмотрите. Грибы отдали. Так и хочется кушать его ложкой. Посмотрите, какой цвет. А вкус. Дальше. Переходим к следующему этапу. Наше тесто фило. Мы его разрезаем на квадраты. Вы знаете, что оно быстро очень сохнет. Поэтому будем брать. У нас будет два или три таких, даже не знаю, как назвать, мешочка. Выкладываем вот так. Сливочное масло хорошее. Все, выключилась плита. Смазываем. Хорошо, быстро. Я тороплюсь, чтобы вас не задерживать. Вы знаете, что все видео у меня живые. Живые. Мне нравится с вами общаться. А не так, что видео. Раз, два, три. Тут готово. Там, тут начали. Тут уже готово. Это не я. Так, и смотрите на этом этапе. Вот мы сейчас с вами будем... Вам видно? Вот так. Я подвину. Вот так. Видите? Мы будем выкладывать круг. Как будто круг. Примерно четыре-пять листиков нам надо. Смазываем маслом. Следующий. Вы поняли, как это выкладывать? Поворачиваясь. Вот так. Оп. Поворачиваемся. Что-то немножко. Так. Следующий. Поворачиваемся. Поворачиваемся. Видите? Мы с вами поворачиваемся. И у нас получается круг. Вам хорошо видно? Давайте у нас осталось два листочка. Четыре-пять листиков можно сделать. Если вы не хотите маслом смазать, можно спокойно, просто водичкой. Наберите водичку и также кисточкой смазываем, если вы не кушаете жирное. Все. Это наш слой. В середину выкладываем наш великолепный жульен. Не жалея. Так. Щедро такую порцию. И сверху немножко сыра твердого. Самого простого. Не пармезан. У пармезана очень такой резкий такой вкус. Я очень люблю. Поэтому так. И закрываем. Теперь нам надо аккуратно с вами сделать мешочек. Соединяем. Тесто прекрасно склеивается между собой. Все. Вот так немножко прижимаем. Берем форму. Вот. В форму выкладываем пергамент. И выкладываем наш такой импровизированный мешочек. Немножко прижимая. И следующий. Как бы защипываем. Вот так. Вот так. Вот так. Смазываем хорошо сливочным маслом. И выпекаем. По температуре 180-190 градусов до золотистой корочки. Вы увидите. Минут 15-20. Как только ставим. Внутри начинка у нас готовая. Нам только надо, чтобы тесто хорошо зарумянилось. И прожарилось. Все. Ставим в духовку. Вы же знаете, что кухня у меня волшебная. Я не могла вас оставить без... Тут я попробовала, видите, сделать ободок. Что внутри? Я вытащила из духовки минут 10 как. Сейчас мы с вами посмотрим. Видите, я тут сделала такое колечко. Вот. А тут постаралась без нее. Давайте. Сама переживаю. Вы готовы? Пока я режу, у вас есть время подписаться на мой канал. Я разрезаю. Сейчас мы с вами посмотрим. Посмотрите на это чудо чудесное. Великолепный грибной жульен. Тесто фило. Посмотрите, видите? Здесь у меня зажаристая корочка. Здесь я люблю, когда мягко. Если вы любите все золотистое, запеките немножко дольше. Смотрите, какая красота. Надо попробовать. Вот. Это самый вкусный грибной жульен. Так, всем пока. Я вас не задерживаю. Жду вас на моем канале. Всем пока.